Глава 3. Воссоединение В борьбе за совесть По Столбовскому миру 1617 год и Деулинскому перемирию 1618 год западные русские земли отошли к Швеции и Польше. Но если в шведских владениях было немного русского населения, то в польских гораздо больше. Речь Посполитая включала в себя не только Белоруссию и Украину, но и часть Великороссии, Смоленск, а кроме того, Литву и часть Латвии. В начале 17 века Польша переживала те же неприятности, которые переживали все европейские государства, а назывались эти неприятности контрреформацией. Правда, сама Польша не участвовала в 30-летней войне между католической и протестантской коалициями, но ей приходилось сдерживать Россию, которая и выступала как сторонница протестантской унии. Так Польша и Россия снова оказались соперницами в политической борьбе. Начало военных действий не заставило себя ждать. В 1632 году русские войска сделали попытку отбить Смоленск. Брошенные под стены Смоленска русское войско состояло из четырех солдатских полков, которых западному воинскому артикулу обучали служилые немцы, дворянской конницы и казаков южно-русских окраин. Русские осадили город, но Смоленск, имевший прекрасные оборонительные укрепления, долгое время успешно защищался. Когда же полякам удалось спровоцировать очередной набег крымского хана на юг России, дети боярские, дворяне, из-под стен Смоленска ушли на защиту южной русской границы, туда, где они были нужнее. Основной силой осаждавших стали теперь пехотные полки западного строя. Но когда король Владислав подошел к Смоленску с двадцатитысячным войском, немцы просто сдались, а затем перешли к нему на службу. Оставшиеся практически без командования, русское войско было окружено поляками, блокировано, принуждено капитулировать, выдав артиллерию и сложив знамена перед польским королем. 1634 год. Командующий русским войском боярин Шейн, герой обороны Смоленска еще во времена короля Сигизмунда III и Тушинского вора, был отпущен поляками в Москву. В Москве же несчастного Шейна, нисколько невиновного в поражении, обвинили во всех смертных грехах и казнили. И хотя казнь Шейны была вопиющей несправедливостью, война есть война, и никто не застрахован от неудачи. Истинно ради, надо сказать, и другое. Жестокость в отношении Шейна стала выражением того возмущения, которое царило в Москве после смоленской неудачи. Вскоре с поляками был заключен Полиновский мир. Король Владислав навсегда отказался от претензий на московский престол, но сохранил смоленский Чернигов. Таким образом, и после войны 1632-1634 годов земли России вместе с многочисленным русским населением оставались в руках Польши. Велика, Бела и Малороссы, которые оказались подданными Речи Посполитой, в целом были вполне лояльны по отношению к польскому правительству. Однако поляки относились к своим православным подданным свысока и даже с презрением. Ведь нельзя считать, что истинной причиной здесь явились религиозные разногласия. Православные с точки зрения католиков схизматики, раскольники, но их грех гораздо меньше, чем, скажем, у протестантов, которых католическая церковь считает еретиками. А ведь после Реформации в Польше появилось множество ариан, антитринитариев, а также евангелистов и представителей других реформаторских религиозных течений. Почтенные люди разных сословий принимали чаще всего арианство и кальвинизм. Например, князья литовского происхождения Радзивиллы, одного из самых богатых и знатных родов в Польше, тоже делились на протестантов и католиков. Однако вовсе не ссорились между собой и великолепно ладили друг с другом в вопросах веры. Но как только речь заходила о православных, от польской терпимости не оставалось и следа. Русское дворянство, занятых поляками земель, было лишено всех прав на чины, а значит и всякой возможности делать карьеру. Русское купечество и городское ремесленное население было начисто вытеснено из торговли евреями, пользовавшимися покровительством католической церкви и польских панов. Механизм их взаимоотношений был крайне прост. Польские магнаты, получив в захваченных ими русских землях большие поместья, совсем не хотели заниматься хозяйством, а они предпочитали ездить по блестящим столицам Западной Европы. Да и в самой Польше, в Варшаве, Кракове тоже было не скучно, шли представления в театрах, давались балы, собирались застолья. И, поскольку такой отдых был дорог, отнимал массу, силы и времени, паны нуждались в посредниках, способных обеспечивать постоянный приток денежных средств. Таких посредников они нашли в лице евреев, которых пригласил в Польшу еще в XIV веке король Казимир Великий. Евреи неплохо устроились в этой стране, арендовали корчмы и лавки, занимались ростовщичеством и меной денег. В поместьх они становились доверенными лицами польских панов, факторами и выжимали деньги из русских крестьян-арендаторов. Короче говоря, перед русским населением Речи Посполитой стоял выбор не столько тяжелый, сколько аморальный сам по себе или переходить в католицизм и становиться поляками, или терпеть всевозможные унижения. Русские, украинцы и белорусы, жившие на захваченных Польшей территориях, пошли на огромные жертвы ради сохранения даже несвободы совести, этой свободы у них не было, а самой православной веры. Очень немногие переходили в католичество и униатство. В большинстве своем православное население отказалось менять веру греческую на веру латинскую. И ведь нельзя сказать, что безграмотные украинские казаки или белорусские крестьяне понимали теологические различия между православием и католичеством. Никому из них и в голову не приходило интересоваться таковыми различиями, ибо для множества людей определенное вероисповедание выступало прежде всего индикатором принадлежности к вполне определенному коллективу своим. Те, кому по стереотипу поведения, мироощущению были ближе к католике, примыкали к католикам. Те, кому были более симпатично православные, пополняли их ряды. Но, может быть, поляки, вошедшие в круг западноевропейских народов, были осознанно убеждены в правоте догматов, принятых римской церквью. Ничуть не бывало. Двумя самыми массовыми сословиями у поляков была безграмотная шляхта и крестьяне – хлопы. Сословную границу между ними проще всего определить так. Хлопы – это люди, освобожденные от военной службы и обложенные налогами. Шляхта, напротив, подданные, освобожденные от налогов и обязанные короне военной службы. Разница между хлопами и шляхтой была, по сути, невелика. Подавляющее большинство шляхты составляла так называемая «застенковая шляхта» – аналог русских однодворцев. Ее представители обитали в крошечных хуторах, за стенках, сами пахали землю вместе с крестьянами, поскольку все их дворянское достояние зачастую заключалось в дедовской сабле да польском гоноре. Мелкая польская шляхта составляла то же военное сословие, что и казачество польской Украины, то есть окраины, ничем от него не отличаясь по существу. И потому у нас нет никаких причин думать, будто польские шляхтичи разбирались в теологических тонкостях лучше украинских казаков. Следовательно, причины кровавой борьбы, вспыхнувшей на Украине в XVII веке, лежат за пределами конфессиональных разногласий. К середине XVII века, когда Москва отбилась и оправилась от польско-шведской интервенции, и надежда на объединение двух государств под скипетром польского короля рухнула, в Польше появились представители католического ордена иезуитов. Орден иезуитов был основан испанским офицером Игнатием Лайолой в 1534 году. Официально объявленной целью деятельности нового братства стало противодействие реформации, борьба с ересью и расширение сферы влияния католицизма. Но стереотипы поведения, закрепленные в уставе этого ордена, свидетельствовали о том, что иезуиты являются реформаторами католицизма ничуть не в меньшей степени, чем последователи Лютера или Кальвина. Ограничимся одним красноречивым примером. По христианским догматам, высшим судьей каждого человеческого поступка является сам Христос, и его оценка обнаруживается в нашей совести. Иначе говоря, каждый, кто искренне считает себя христианином, обязан ради спасения души соотносить свои деяния с своей совестью, а не оправдывать их доводами разума. Иезуиты же приняли тезис об абсолютном послушании младших старшим и считали обучение методом формирования веры. Именно поэтому в деятельности иезуитов, к вящей славе Божией, такое большое место занимала педагогика. Братья трудились по всему миру, открывая коллегии и академии, подготавливая войны, занимаясь шпионажем и подкупом с единственной целью – вернуть как можно больше еретиков в лоно-католической церкви. С теми же целями развернули ученики Лойолы свою деятельность в Польше. На территории Белоруссии была открыта иезуитская коллегия, которая активно вела католическую пропаганду. Прежде всего было объявлено, что соглашение Восточной и Западной церквей уже достигнуто и закреплено Флорентийской унии 1439 года, хотя к тому времени об этой унии успели забыть и сами католики. На этом весьма зыбком фактологическом основании всем православным предлагалось принять католическую веру как более совершенную. Разумеется, в доказательство превосходства католической веры ее проповедники приводили свои доводы. Так католик Петр Скарга, автор книги о преимуществе католической веры, говорил об универсальности латинского языка в богослужении и общении католиков, о превосходстве латыни над славянскими языками. В некотором отношении он был прав. Латинский язык наряду с греческим давно стал одним из основных богослужебных языков, и действительно, именно на латыни существовала огромная богословская литература. У Петра Скарги нашлись весьма толковые оппоненты из числа православных белорусов. Правда, имена многих из них неизвестны, поскольку возражения католикам в то время могли обойтись человеку дорого, но смысл аргументации вполне ясен. Они указывали прежде всего на наличие своей святоотеческой традиции славянского богослужения, на наличие практически всех необходимых переводов религиозной литературы на церковно-славянский язык. На этом основании они отрицали необходимость изучения чужого языка практически им не нужного, и нельзя не признать, что правда здесь была целиком на стране православных. Владение любым языком в полной мере подразумевает прежде всего возможность довести до своих собеседников сложные мысли с соответствующими деталями и нюансами. А такое знание языка возможно лишь при знакомстве с поведением того этноса, который на этом языке говорит и думает, при жизни в соответствующей этнической среде. В противном случае собеседники вынуждены ограничиваться примитивными штампами. Следовательно, навязываемая католиками замена церковно-славянского языка на латинский могла привести только к упрощению форм духовной практики. Таким образом, католики по существу боролись за снижение интеллектуального уровня населения Восточной Европы, в чем их и упрекали, кстати сказать, не только православные, но и протестанты. Второй предмет споров католиков с православными породила проблема церковных авторитетов. Латиняне утверждали, и на первый взгляд весьма убедительно, что мнение церковных иерархов, как людей грамотных и знающих, предпочтительнее общего мнения простых прихожан. Логическим завершением вышеприведенного утверждения естественно стал тезис о безусловном авторитете Папы Римского. Оппоненты Петра Скарги, возражая католикам, ссылались на целый ряд примеров из истории церкви, когда крупные иерархи Несторий, Евтихий, Македоний оказывались основоположниками ересей, осужденных церковными соборами. Православные отвергали латинское понимание церковного авторитета и, руководствуясь принципом соборности, требовали оставить за ними право на определение истины, исходя из чувства совести всех и каждого. Анализируя эти противоречия православных и католиков, можно сделать вывод, что в данном случае под религиозными идеологическими оболочками скрывались два разных мира ощущений. Понятно, что при возникших коллизиях жизнь русского населения в Польше стало тяжело. В то время всё православное население Польши называло себя именно русским, тогда как слово «украинец» обозначало просто жителя окраины. При этом русские, жившие в русском государстве, четко отделялись от русских Польши и назывались российские. Такое различие представляет типичную фиксацию общей суперэтнической принадлежности. Конечно, существовавшие проблемы могли быть решены, но только при наличии доброй воли обеих сторон, а её как раз и не хватало. Заметим попутно, что крепостного права как такового в Польше не было. Каждый крестьянин мог уйти от пана, если хотел. Но уйти означало бросить всё имущество, а часто и потерять личную свободу, потому что личная свобода крестьян ограничивалась жёсткой системой налогов. Налоги платились помещику. И если у крестьянина денег не находилось, он становился дворовым человеком. Как видим, отсутствие крепостного права создавало для крестьян условия жизни гораздо худшие, нежели при крепостном праве, имевшем место на Московской Руси. Парадоксально. Но отсутствие крепостной зависимости крестьян обрекало их на полное бесправие. Налогами были обложены земли, водоёмы, охотничьи угодья, сенокосы и даже православные церкви. Последнее особенно возмущало православных. Еврей-фактор пользовался ключами от церкви так же, как ключами от амбара, открывая храм для службы по своему желанию в зависимости от уплаты прихожанами соответствующей суммы. Конечно, от произвола польских панов и еврейских факторов страдали и польские, и литовские крестьяне. Но крестьяне-католики могли договориться со шляхтичами и помещиками. Они оставались своими, несмотря на социальную рознь. У православных же не было такой возможности. Польские паны их слушать не хотели, ибо они были чужие, схизматики. Именно в силу этого различия ни польские, ни литовские крестьяне, никаких крупных бунтов или восстаний против панов, несмотря на всю тяжесть эксплуатации, не устраивали. А православным, напротив, ничего другого делать не оставалось. И с конца XVI века восстания русских шли одно с другим. Первым поднял мятеж Наливайко 1594-1596 годы, но был схвачен и казнен в Варшаве. За восстанием Наливайко произошли и другие – Павлюка, Остраницы, Гуни. Апофеозом долгой борьбы, православия и католицизма по праву считается восстание Богдана Хмельницкого, положившее начало освободительной войне на польской Украине. Гетман и народ Богдан Хмельницкий был православный шляхтич русского происхождения, служивший в пограничных польских войсках. Как и всякий шляхтич, Хмельницкий имел собственный хутор и нескольких работников. Местный староста, помощник губернатора, католик Чеплицкий, не взлюбил Хмельницкого до такой степени, что даже устраивал покушение на его жизнь. Так, один раз только шлем спас будущего гетмана Украины от смертельного удара. Затем Чеплицкий устроил набег на хутор Хмельницкого, захватил его вместе с семьей и отобрал все имущество, включая лошадей и хлеб с гумна. Когда же Хмельницкий пригрозил обращением в суд, разъяренный Чеплицкий, желая показать свою безнаказанность, велел пороть на базаре 10-летнего сына Хмельницкого. Ретивы и исполнители запороли несчастного мальчика, и на третий день он умер. Понимая бесполезность своего обращения в суд, где заседали те же католики, что и Чеплицкий, Хмельницкий отправился прямо в Варшаву, к королю Владиславу. Дела Владислава шли трудно. Сейм, контролируемый польскими панами, постоянно отказывал ему в средствах для войны с турками и операций против Москвы. Владислав принял Хмельницкого, но, выслушав шляхтича, король только пожаловался на свое бессилие перед панами. Не добившись правосудия у короля, Хмельницкий поехал в Запорожье. В XVII веке Запорожье, располагавшееся на границе Польши и Дикого Поля, представляло собой явление исключительное. Туда бежали от шлихетского ига православные русские пассионарии. Само Запорожье представляло собой густую сеть населенных пунктов, в которых развивались кузнечное, столярное, слесарное, сапожное и другие ремесла. Население производило для себя все необходимое. Отдельные поселения, курени, составляли своеобразный рыцарский орден, живший вполне независимо. Высокая пассионарность обитателей Запорожья и неприятиями польских порядков уже к XVI веку сформировали особый стереотип поведения, давший жизнь новому этносу, запорожскому казачеству. Естественно, что поляки относились к запорожским казакам крайне настороженно и недоброжелательно. Столько же подозрительным и неприязненным было отношение шляхты и магнатов к реестровому казачеству. Реестровыми назывались казаки, служившие польской короне. Для отражения татарских набегов под знамена гетмана обыкновенно собиралось множество казаков. Но по окончании войны войско распускалось, и вчерашнему воину предстояло возвращаться до плуга к пану. Понятно, что одним из главных требований казаков речи поспалитой было увеличение численности реестра. Степень неприятия друг друга представителями двух различных суперэтносов православными и католиками в речи поспалитой была очень высока. Ненависть к казакам существовала, вопреки тому, что они вовсе не покушались на устои польского государства. Более того, казаки служили речи поспалитой надежной защитой от татарских набегов, ведь татарские Чамбулы грабили страну, доходя до Кракова. И тем не менее поляки ограничивали численность реестрового казачьего войска шестью тысячами сабель. 1625 год. Такое половинчатое решение никого не могло удовлетворить. В XVII веке на польской Украине имелось уже около 200 тысяч человек, желавших быть казаками и бывших ими де-факто. В декабре 1647 года Запорожская сечь приветствовала Богдана Хмельницкого, который, благополучно обманув ловившую его на дороге стражу, явился к запорожцам и заявил «Хватит нам терпеть этих поляков, давайте соберем раду и будем защищать церковь православную и землю русскую». Призыв Хмельницкого был желанен и вполне понятен. Он стал доминантой всех последующих действий казаков. Причем первоначально Хмельницкий и его соратники отнюдь не ставили своей целью политическое отделение от Польши. Они хотели лишь добиться права жить в согласии с собственной совестью, при этом подчиняясь законам польского королевства. Требования казаков были кратки. Во-первых, зачислить в казаки всех желающих и предоставить казакам, как военному сословию, шлихетские привилегии. Во-вторых, запретить на Украине пропаганду католической унии, убрать всех униатских священников и вернуть захваченные католиками церкви православным, позволив каждому свободно исповедовать его веру. В-третьих, изгнать с Украины евреев. Эта политическая программа отражала отчаяние всего угнетенного православного населения Украины. Запорожье немедленно выбрало Хмельницкого гетманом, и он получил огромную власть, так как у казаков при полной анархии в мирное время в походе соблюдала жесткая дисциплина на основе беспрекословного подчинения гетман. Из Запорожья Хмельницкий отправился в Крым, где заручился обещанием помощи от крымского хана. Вскоре он выступил в поход с отрядом из четырех тысяч запорожцев, в котором примкнуло еще три тысячи казаков. Силы повстанцев были совершенно ничтожны в сравнении с мощью противника. Поляки могли выставить до 150 тысяч человек. Но мобилизовать эти войска для Польши оказалось невозможным. В стране царила абсолютная неразбериха, и паны, как всегда, отказались давать деньги королю на посполитые рушенье шлихетское ополчение. Поэтому, столкнувшись с поляками в 1648 году, Хмельницкий, несмотря на ограниченность своих сил, одержал три крупные победы. Первый из них в битве при Желтых водах, где погиб сын польского гетмана Потоцкого, Стефан Потоцкий. Затем последовала победа при Корсуне, где были захвачены в плен два польских гетмана, Потоцкий и Калиновский, и, наконец, под Пилявцами, где посполитые рушенье в панике бросилось бежать от казаков. Ожесточение борьбы нарастало. Характерен следующий эпизод. При Корсуне у поляков была хорошая немецкая артиллерия, пушки могли с легкостью остановить натиск казачьей конницы. И вот, дабы нейтрализовать артиллерию, Хмельницкий послал одного из своих верных казаков сдаться в плен полякам и дать показания, будто нападение казаков готовится с правого фланга. Казак сдался и умер под пыткой, повторяя ложную версию и зная правду о плане Хмельницкого. Казачья конница ударила по левому флангу польского войска. И пока обманутые поляки разворачивали орудие, победа была одержана. Представьте себе, каков был накал страстей, если этот герой-казак не только пожертвовал жизнью, но и в жестоких мучениях в течение нескольких часов сохранял силу воли, предпочитая купить победу у соратников ценою собственных страданий. Победы Хмельницкого не подтолкнули поляков к соглашению. В том же 1648 году скончался король Владислав, и панство на время забыло о казаках. На сеймах и сеймиках обсуждались кандидатуры нового короля. Воспользовавшись передышкой, Хмельницкий укрепился. Заняв Киев и украинские земли по обоим берегам Днепра, он фактически стал вполне самостоятельным правителем – гетманом Украины или Малой Руси. Но как только шляхта выбрала нового короля Яна Казимира, началась подготовка к военным действиям против казаков. В XVII веке среди поляков сохранилось достаточное количество пассионариев – талантливых полководцев, волевых политиков, умных дипломатов, и они вовсе не собирались мириться с поражениями. Снова было собрано посполитое рушение. На средства короны были наняты немецкие артиллеристы и пехотинцы, посланы тайные агенты к крымскому хану, дабы побудить татар порвать союз с Хмельницким. И когда поляки перестали соблюдать условия достигнутого с Хмельницким перемирия, война возобновилась. В сражении 1651 года под Берестечком союзники казаков, татары, внезапно покинули Хмельницкого, а когда он попытался их вернуть, схватили его и увезли с собой в Крым. Казачье войско, оставшееся без полководца, было прижато к болоту. Принявший командование талантливый казацкий полковник Иван Багун попытался вывести своих через болото и велел было мастить гать, но поляки успели подвести артиллерию, гать была быстро разрушена пушечными ядрами, и большинство казаков погибло. Вскоре освободившийся из плена Хмельницкий вернулся, как говорится, к разбитому корыту. Поляки к тому времени соглашались определить число реестровых казаков лишь двадцатью тысячами, и Хмельницкий прекрасно понимал, что его согласие на такие условия равнозначны гибели начатого им дела. Ведь, как мы помним, казаков на Украине было около двухсот тысяч, следовательно, сто восемьдесят тысяч человек должны были опять идти работать на панов, опять платить евреям за аренду церквей, кабаков, охотничьих угодий за само право жить. Никто из них не хотел возврата к прошлому, и поэтому восстание возобновилось. Но в сложившейся ситуации поляки имели явный перевес. Союза с татарами больше не существовало, и Украина, пограничная полоса земли, оказалась зажатой между Крымским ханством и Польшей. Тыла у Хмельницкого не стало, и защищаться было невозможно. Оценив ситуацию, умный Гетман начал искать нового союзника. Естественно, что он обратился к православной Москве. Переговоры с Москвой начались в 1651 году. Но Москва по обыкновению отвечала медленно, и только в октябре 1653 года было принято решение о присоединении Украины к московскому государству. Соединение с Россией спасало подавляющее большинство православного населения Украины. И потому 8 января 1654 года в Переяславе, ныне Переяслав-Хмельницкий, собравшаяся рада поддержала политику присоединения к Москве словами «Волим под царя московского православного». Однако казаки и здесь остались верны себе, то есть своему стереотипу поведения. Выражая полную готовность дать царю Алексею Михайловичу присягу на верность, они потребовали, чтобы царь со своей стороны дал им присягу в сохранении казачьих вольностей. Шокированный боярин Бутурлин, представлявший московского государя, отказал категорически, заявив, что «у нас не повелось, чтобы цари давали подданным присягу, а вольности ваши государям соблюдены будут». Поскольку ситуация была безвыходная, казаки, тряхнув длинными чубами, согласились и тем покончили дело. Еще до решения московского правительства и Переяславской рады Хмельницкий перенес военные действия на правобережье Днепра и дважды разбил польские войска при Батоге – 1652 год и при Жванце – 1653 год. Последняя победа совпала с радостным известием из Москвы. Если, взвешивая свое решение, правительство Алексея Михайловича не торопилось, то, приняв его, оно действовало энергично. В 1654 году русские войска взяли Смоленск, а в 1655 году Вильно, Ковно, Гродно и дошли до Бреста. Польша терпела поражение по всему фронту. Слабеющая держава, как это обычно бывает, привлекла внимание. Шведский король Карл X вторгся в Польшу 1655 год и изгнал Яна Казимира и частью шляхты и магнатов был признан польским королем. Теперь в Литве столкнулись интересы России и Швеции. За время последовавшей русско-шведской войны 1655-1659 годы ни одна из сторон не одержала решающей победы, но зато успела оправиться Польша, казалось уже находившаяся накануне своего первого раздела. Ресурсов пассионарности у поляков хватило на то, чтобы организовавшись выгнать шведов и вторгшихся с юга трансильванцев румын, а в дальнейшем и отбить у России занятое было ею и Литву. Народ и гетманы Летом 1657 года умер Богдан Хмельницкий. Поскольку его сын Юрий был еще ребенком, гетманом Украины избрали генерального писаря, министра иностранных дел шляхтича Выговского. Тот, хотя и принадлежал к числу православных, терпеть не мог Москву и московитов, мечтая отдаться под покровительство польского короля. В 1658 году война между Россией и Польшей за обладание Литвой и Украиной вспыхнула с новой силой. В решительный момент Выговский принял польскую сторону и заключил с Польшей политический союз, Гадическую унию, возвращая Украину Речи Посполитой. Направленное на Украину русское войско под командованием князя Трубецкого было наголову разбито Выговским с помощью татар в битве при Конотопе 1659 год. Казалось, что Украина потеряна для России навсегда. Но ни Выговский, ни его польские хозяева не учли накала пассионарности русского населения Украины, то есть недооценили возможности противника. Наиболее инициативные казацкие старшины выдвинули в гетмана Юрия Хмельницкого, и прославленное имя привлекло людей, как знали. Ополченцы Хмельницкого сделали то, что не удалось регулярному войску. В сентябре 1659 года войска двух гетманов встретились под Белой церковью, и казаки Выговского стали переходить к Хмельницкому. Покинутый войском Выговский бежал в Польшу и навсегда сошел с политической арены. В следующем 1660 году на помощь Юрию Хмельницкому двинулось московское войско под началом боярина Шереметьево. Польско-татарские войска встретили московскую рать на Волыне и подчудном окружили русских. Тут, к сожалению, проявилось ничтожество Юрия, немало не похожего на своего великого отца. Он испугался вступить в сражение и, предав русских, подчинился полякам. Шереметьев был вынужден капитулировать и после этого двадцать лет провел в Крымском плену. Казачество снова взволновалось. Полковники Сомко, Золотаренко и запорожский атаман Брюховецкий собрали Черную Раду, на которой низложили сына Богдана Хмельницкого. Но если у Сомко и Золотаренко была программа воссоединения с Москвой, то Брюховецкий действовал как беспринципный авантюрист, и именно его поддержали запорожцы. Став гетманом, Брюховецкий демагогически выставлял себя защитником голутвы, голодьбы и врагом старшины. Много заслуженных казаков и старших лишились имущества Иголов. В 1663 году были казнены и соперники Брюховецкого в борьбе за гетманскую булаву полковники Сомко и Золотаренко. А тем временем Ян Казимир заключил мир со шведами и перенес основные военные действия на Украину. Он хотел, пройдя левобережные Украины, выйти в тыл русским армиям и оказаться перед беззащитной Москвой. Но русские пограничные войска дважды нанесли ему поражение под Глуховом и Новгород-Северским и отбросили поляков за Днепр. 1664 год. Обессиленная Польша вынуждена была искать передышки, и в 1667 году было заключено Андрусовское перемирие, в соответствии с которым к русскому государству отходили старинный русский город Смоленск, Киев и вся левобережная Украина. Однако победа над Польшей не привела к единству казаков. Еще в 1665 году казацкие старшины Правобережья собрали свою раду и выкликнули Гетманом Петра Дорошенко, отстаивавшего идею «вольной Украины», то есть создания украинского государства, независимого ни от России, ни от Польши. Твердо придерживавшись своей программы, Дорошенко одновременно вступил в борьбу и с Польшей, и с своим противником Гетманом Брюховецким. Брюховецкий к тому времени тоже изменил союз с Россией и снесся с турками. Он даже получил татарскую помощь, но не успел ею воспользоваться. Возмущенные казаки растерзали предателя. 1668 год. После смерти Брюховецкого Гетманом на некоторое время 1668-1672 годы стал Демьян Многогрешный, признавший верховную власть Москвы. Но и он не сумел долго держать в руках гетманскую булаву, его карьера закончилась печально, ссылкой в Сибирь. Новым гетманом всея Украины стал в 1672 году Самойлович, оказавшийся в очень затруднительном положении. В Подолью вторглись турки, и поборник независимости Украины Дорошенко присоединился к войску турецкого султана Магомета IV. Польша капитулировала перед османами и уступила туркам значительную часть правобережья. Два года 1672-1674 годы Гетман Дорошенко сидел в Чигирине, как вассал турецкого султана. Конец этому положила русская армия, выступившая на освобождение единоверцев. За Днепр московские рати перешли вместе с полками левобережных казаков. В 1676 году Дорошенко сдался и был прощен, а гетманом обеих сторон Днепра стал Самойлович. Пытавшиеся удержаться в Подоле и Турки поставили гетманом Юрия Хмельницкого. Но этот негодяй окончательно скомпрометировал возглавляемую им партию. Изыскивая денежные средства, Юрий ввел налог даже на свадьбу. Не получив с одного бракосчитания установленную им сду, гетман напал на дом родителей новобрачной и предал мать мучительную смерть. Муж погибший, богатый купец, пребывал в то время в Стамбуле. Узнав о случившемся, купец обратился с жалобой к визирю, и дело было расследовано. Изверг был схвачен, судим и по приговору утоплен. 1681 год. Туркам не суждено было надолго закрепиться в правобережной Украине. Украина была слишком пассионарна, и то, что османам удалось в Болгарии и Сербии, оказалось невозможным на Волыне и в Подорье. Успехи русских регулярных войск и казачьих полков, а также поражение турок в Центральной Европе уже в начале 80-х годов избавили Украину от османской угрозы. Самойлович гетманствовал довольно долго, до полного окончания русско-польской войны, когда, наконец, был подписан трактат о вечном мире между Россией и Польшей в 1686 год. Причиной крушения Самойловича в 1687 году стали интриги Мазепы. Мазепа, вошедший в доверие к всесильному фавориту царевны Софьи, князю Голицыну, обвинил гетмана в измене. Самойлович был арестован и сослан, но Голицын дорого заплатил за потворство предательству и избранный гетманом Мазепа точно так же предал Голицына, а после Петра, избрав сторону Карла XII и решив, что при поддержке шведов он сможет стать самостоятельным государем. Однако и в устах Мазепы призыв к созданию самостоятельной Украины не получил народной поддержки. За Мазепой пошли только его сердюки, охрана и запорожцы, которые в это время уже были настроены против союза с Россией. Вся остальная слободская Украина выступила в поддержку царя московского православного и удержала Полтаву ключевую крепость, под которой и был разбит союзник Мазепы Карл XII, 1709 год. Полтавская битва, собственно, ставит точку в истории воссоединения Украины с Россией. Заканчивая этот рассказ, уместно попытаться объяснить следующее, почему поляки проиграли войну с Россией за Украину, а многочисленные попытки украинских гетманов от Лоеговского до Мазепы присоединиться к Польше или обрести самостоятельность, неизменно были обречены на неудачу. Историки дали множество объяснений этому, но если учитывать этнические причины происшедшего, то ответ на поставленный вопрос будет не похож на все предыдущие. Подобно большинству наших современников, польские паны и украинские старшины были убеждены, что их воля преобразует жизнь, и потому они игнорировали объективные природные зависимости, формирующие человеческое поведение. Так поляки считали, что достаточно привлечь к себе казацких старшин, дав им шлихетские привилегии, и все казаки будут верно служить. Что можно убедить русских православных людей, будто католическая вера лучше, и они станут ревностными католиками. Точно так же многие гетманы полагали, что в зависимости от политической обстановки и их выбора можно подчиняться то России, то Польше, и что удача в борьбе за независимость определяется их умением обмануть московских бояр или вовремя договориться о союзе с турецким султаном. На самом же деле, как мы могли убедиться, первостепенное значение имело единая суперэтническая принадлежность России и Украины, массовая поддержка своих, которыми были единоверцы. Об это всеобщее ощущение единства, как волны о скалу, разбивались рациональные планы волевых умных искателей власти. Два близких этноса, русский и украинский, соединились не благодаря, а вопреки политической ситуации, поскольку народное «волим» или «неволим» неизменно ломало те инициативы, которые не соответствовали логике этногенеза. Последствия выбора Выбор, сделанный на основе естественного мироощущения народа, оказался правильным. Дабы убедиться в этом, достаточно сказать несколько слов о дальнейшей судьбе и роли украинского народа в российской истории XVII-XVIII веков. В отличие от поляков, ограничивавших, как мы помним, число реестровых казаков, московское правительство увеличило реестр на 60 тысяч человек по сравнению с требованиями Богдана Хмельницкого. Фактически, реестр охватывал все население Слободской Украины. Кроме того, сохранилось 5-7 тысяч запорожских казаков. При польском господстве Украина могла только мечтать о подобном положении. Но ни о какой дискриминации украинцев в составе России не было и речи. Более того, в XVII веке очень сильно возросло интеллектуальное влияние украинцев на население России. Украинские монахи и священники, люди образованные, поднаторевшие в диспутах с католиками, знавшие языки, высоко оценились московской патриархией. Позже, говоря об истории русского церковного раскола, мы будем иметь возможность убедиться, что раскол был конфликтом великорусской, московской и украинской православных традиций. Украинские монахи сумели победить в этом конфликте и оказали тем самым решающее воздействие на изменение русских церковных обычаев. Имена Епифания Славенецкого, Семена Полоцкого, Феофана Прокоповича стали неотъемлемой частью истории русской культуры. Впоследствии, когда на смену национальной политике России пришла политика имперская, украинцы тоже оказались не в проигрыше. Решающую роль здесь сыграли как раз этнические отличия украинцев от великороссов. Эти отличия определялись и этническим субстратом, в состав будущего украинского народа вошли торки, когда-то жившие на границе степи, и проявлялись в некоторых чертах стереотипа поведения. Например, украинцы и тогда были более усердными служаками, нежели русские, а также в характере связи этноса с ландшафтом. Об этом имеет смысл рассказать подробнее. Великороссы, как и донские казаки, расширяя свой этнический ареал, селились, как правило, по берегам рек. Река, ее пойма, служила базой хозяйства русского человека, его основной связью с кормящим ландшафтом. Украинцы, напротив, сумели освоить просторы водоразделов. Они выкапывали колодцы, креницы, делали запруды на ручейках и имели достаточное количество воды. Так на водоразделах возникали хутора с садиками, и поскольку земля была плодородной, особых забот о хлебе насущном украинцы не знали. Когда же при Екатерине II, 1762-1796 годы, в результате двух военных компаний были завоеваны сначала северный берег Черного моря, а потом Крым, исчезла и существовавшая ранее угроза со стороны татар. При этом для заселения стали доступны новые степные пространства, дикое поле. В XVIII веке украинское население быстро росло, и в его составе имелось множество пассионариев, ибо их пассионарные предки, сложившие головы в междоусобицах конца XVII века, успели оставить законное и незаконное потомство. Подавляющее большинство украинских казаков были записаны в реестр, поэтому возможность сделать карьеру была практически у каждого. Весь XVIII век украинцы этим и занимались. В итоге дочь царя Петра I, Елизавета Петровна, вышла замуж за Алексея Разумовского. Брак был марганатическим, без оглашения. Его брат Кирилл Разумовский стал последним гетманом Украины. И хотя при Екатерине II Украина потеряла свое самоуправление, позиции украинцев при дворе поколеблены не были. Обязанности великого канцлера империи исполнял граф Безбородко, который сформулировал свое политическое кредо в следующих словах «Як матушка царица захоча, так хай и буда». Ни акцент, ни происхождение Безбородко никого не смущали и не помешали ему стать первым чиновником государства. Может быть, эта взаимная терпимость украинцев и великороссов и была важнейшим свидетельством правильности выбора, сделанного на Переяславской Раде в 1654 году. Субтитры создавал DimaTorzok